С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 21 августа. Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Он учрежден Организацией Объединенных Наций в 2017 году и посвящен людям, которые пострадали от рук террористов. Также сегодня отмечается день российского офицера. Кстати, единственный праздник, который объединяет командный состав всех силовых структур страны. Он отмечается накануне дня государственного флага России. А родившийся в этот день 1698 год в этот мир приходит Джузеппе Антонио Гварнери, итальянский скрипичный мастер, внук зачинателя династии. Его инструменты использовали многие выдающиеся скрипачи. Так, на скрипке пушка Гварнери играл сам Николо Паганини. Соперничество же двух главных скрипичных направлений изучается до сих пор. Так, например, считается, что скрипки Гварнери допускают более мощный напор смычка на струны, чем инструменты Страдивари. 1904 год в этот мир приходит Уильям Каунт Бейси, американский пианист, органист, бенд-лидер, композитор, классик канзасского свинга и мейнстрим джаза. Разработал и упростил звучание свинг-стиля джазовых композиций. Бейси руководил оркестром, в котором играли выдающиеся музыканты своего времени. Его музыкальная карьера охватывает более 50 лет. 1929 год. В этот мир приходит Алида Фрицевна Артманы, или позже просто Вия Артманы. В 1969 она становится народной артисткой СССР. Играла в рижских театрах, в кино дебют состоялся в 56-м году, в фильме «После шторма». Ну а одной из самых ярких ролей актрисы считается Джулия Ламберт в экранизации романа Сомерсета Моэма «Театр». Всего же в фильмографии актрисы около 50 ролей. Ее называли «Мать Латвии». Они ее жизни снимали документальные фильмы. На кинофестивале «Балтийская жемчужина» существует приз имени Вии Артманы. Впрочем, жизнь актрисы, особенно финал ее, был не самым удачным. 1935 год. День рождения поэта Юрия Энтина. Его крылатые выражения, строчки из детских песен, знает почти каждый. «Ничего на свете лучше нету. Нам любые дороги дороги. Охрана встает охрана. Лучший мой подарочек – это ты. А мне летать, а мне летать охота». Энтин сотрудничал с лучшими композиторами, песенниками Гладковым, Крылатовым, Шаинским, Рыбниковым, Дунаевским. Некоторых из них он, что называется, впервые, собственно говоря, и приобщил к жанру детской песни. Кстати, к жанру очень трудному. В 1962 году в этот день появился на свет Виктор Рыбин, лидер группы «Дюна», а в 1973 году Николай Валуев, российский боксер, профессионал, который выступал в супертяжелой весовой категории. Ну а теперь о некоторых событиях 21 августа. И начнем с 1762 года. Екатерина II возвращает Берону, бывшему фактическому правителю России, управление Курлянским герцогством. С 1561 года оно существовало на западе современной Латвии и признавало себя вассалом сначала Великого княжества Литовского, затем Речи Посполитой. Русское влияние начинается уже после Северной войны. До своего восшествия на российский престол в 1730 году именно там, в Елгаве, а раньше этот город назывался Метава, проживала вдовствующая герцогиня Анна Иоанновна. Правителем Курляндии она и назначила собственного фаворита Эрнста Берона. Ну, как это бывает иногда. Герцог правил здесь до 1741 года, доведя за счет российской казны, которой он имел неограниченный доступ, обширное строительство. Теперь же, после возвращения из ссылки, он обязывался пропускать через Курляндию русские войска, не вступать в сношение с врагами России и оказывать веротерпимость православным и даже разрешить постройку православного храма. 1888 год. Уильям Берроуз патентует счетную машину. Занимаясь расчетами по счетам в банке, он решил упростить этот процесс. Дома построил арифмометр, а в 86-м создает компанию уже по их производству. Их оказалось трудно использовать, но вскоре он улучшил свойства и в итоге устройства сыграли заметную роль в развивающейся индустрии калькуляторов, будущих калькуляторов. 1923 год. В СССР появляется Госплан. Его прообраз Гойл-Ро, которое показало отличные результаты, поэтому структура организации была масштабирована на все отрасли. По сути, весь комплекс народного хозяйства стал рассматриваться как единое предприятие, в котором Госплан становился не только плановым отделом, но и диспетчерской службой. 21 августа 1968 года. Конец пражской весны. Так называют семимесячный период политической либерализации в Чехословакии, который закончился вводом в страну войск стран-организации Варшавского договора и СССР. С приходом к руководству лидера коммунистов Чехословакии Дубчика страна начинает все больше демонстрировать независимость от СССР. Создание социализма с человеческим лицом рассматривается советскими руководителями как угроза настоящему социализму. В этот день сотрудники КГБ СССР и Чехословакии арестовали Дубчика и его сторонников. Уже 23 августа так называемых отцов пражской весны доставили в Москву. По подписанному там соглашению на территории ЧССР отныне размещались на постоянной основе советские войска. По возвращении в Прагу инициатор реформ Александр Дубчик в течение некоторого времени еще сохранял свой пост, но постепенно он и его сторонники были отстранены от власти. 1985 год. Форвард киевского футбольного Динамо Олег Блохин в рядовом матче с харьковским металлистом первым в истории советского футбола забивает 200-й гол в чемпионатах СССР. Советский спорт писал тогда, что Олег провел знаковый гол с игры, четким ударом завершив начатую Василием Ратцем атаку. Ликовали, разумеется, все его партнеры. 1991 год. Крах ГКЧП. Около часа ночи в тоннеле на пересечении улицы Чайковского и Нового Арбата, блокированном 8-ю БМП Таманской дивизии, погибают Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский. Это жертвы путча. Утром маршал Язов принимает решение о выводе войск из Москвы. Начинается чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР. В Крыму заработала правительственная связь у Михаила Горбачева. В этот же день Латвия объявляет о восстановлении своей независимости. 2000 год. Официально признается гибель экипажа атомной подводной лодки «Курск». А поздно вечером, в прямом включении с крейсера Петр Великий, командующий Северным флотом Вячеслав Попов, выступает со своим знаменитым заявлением и покаянием. «Растите детей, растите сыновей. А меня простите за то, что не уберег ваших мужиков». Согласно официальной версии, причиной крушения подлодки «Курск» стал взрыв торпеды «Кит» в торпедном аппарате, что вызвало детонацию других торпед. Впрочем, существует масса неофициальных версий. Ну и последнее. 1911 год. Из Лувра похищен портрет Монны Лизы. Через прессу преступнику обещано вознаграждение и полная тайна, так как существовало опасение, что не найдя возможности продать этот шедевр, этот самый преступник может его просто-напросто уничтожить. Ответа на это заявление не последовало. Однако, через два года похититель предложил все-таки купить картину Леонардо да Винчи, владельцу одной из художественных галерей в Италии. Тот связался с полицией и преступник был арестован. Им оказался Моляр, итальянец по происхождению, периодически работавший в том самом Лувре. Он считал, что возвращает на родину национальное достояние. Суд приговорил его к одному году тюрьмы. Но главное, Монна по-прежнему с нами и ее знаменитая улыбка. С вами был Николай Пименко в проекте Дата.